Здравствуйте! Сбербанк оплатит треть стоимости реконструкции Эспланады. Об этом накануне заявил председатель правления Волговятского банка Сбербанка России Петр Калтыпин. Как сообщает коммерсант Перекамье, предварительно стоимость работы оценивается в 390 миллионов рублей. 130 миллионов рублей готов вложить Сбербанк, остальное – бюджет края и города. Проект реконструкции Эспланады был представлен в феврале. Архитекторы предлагают создать пространство, ограниченное искусственными холмами с фонтаном, амфитеатром и озеленением внутри. Концепция предусматривает, что Эспланаду можно будет использовать летом и зимой. Открывается рейс из Перми в Душанбе. Перелеты будут выполняться на регулярной основе. Один раз в неделю по вторникам сообщили в пресс-службе Пермского аэропорта. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылет из Перми в 10.00, прибытие в аэропорт Душанбе в 13.30. Тип воздушного судна – Airbus A321. Билеты уже поступили в продажу. Стартовая стоимость – 12 834 рубля. В международном аэропорту Пермь назначен новый руководитель. Холдинг «Новопорт» определился с кандидатурой гендиректора. Пермский аэропорт возглавил султан Джармуханов, в разное время занимавший руководящие должности в аэропортах Челябинска и Новосибирска, которыми владеет «Новопорт». При этом Джармуханов стал руководителем уральского кластера аэропортов Холдинга. То есть помимо Пермского аэропорта он будет руководить воздушными гаванями Челябинска и Тюмени. Правительство хочет повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь. Проект постановления опубликован на едином портале раскрытия информации. Это коснется ввозимых в страну сигарет и спиртного. Согласно документу, стоимость акцизных марок для маркировки табачной продукции планируется установить в 200 рублей за 1000 штук, без учета НДС, а на алкоголь до 1850 рублей за 1000 штук. В настоящее время цена акциза на табак составляет 120 рублей за 1000 штук, а на алкоголь 1700 рублей. Таким образом, акцизы на сигареты и папиросы останутся неизменными до 1 июля 2018 года. Российским почтальонам на 5% повысят зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России. Повышение зарплаты затронет всех сотрудников городских отделений почтовой связи, почтальонов, операторов связи, начальников отделений и их заместителей, а также линейный персонал почтамтов по всей стране. Всего у Почты России около 350 тысяч сотрудников. Таким образом, повышение зарплаты коснется примерно 44% персонала. Как отмечает Почта России, нагрузка на сотрудников городских отделений почтовой связи значительно увеличилась в последние годы в связи с непрерывным ростом количества посылок и мелких пакетов из-за рубежа. Курс доллара, установленный Центробанком на 2 марта, составляет 56,43 рубля, курс евро – 68,88 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok